Жизнь длиною в век. Жительнице Симферополя Анне Семеновне Неупокоевой исполнилось 102 года. Целый день она принимала поздравления и подарки. Честовала именинницу и наша съемочная группа. 102 года – это великая дата. Вы примите, пожалуйста, скромные подарки. Несмотря на свой уважительный возраст, Анна Семеновна на здоровье не жалуется. За более чем вековую жизнь на ее долю выпало много тяжелых будней. Но она их все пережила с высоко поднятой головой. Она волевая. Она, если захочет, она своего добьется. Вот такая она у нас. Не жаловалась никогда ни на что, что болеет или что. Никогда сама как-то справлялась. Главный секрет долголетия, по мнению самой Анны Семеновны, – здоровый образ жизни. Она никогда не курила и не увлекалась алкоголем. Немалую роль сыграл и физический труд. Я всю жизнь работала. Жить чем жить? Жить. Робить не будешь, а что кушать будешь? Когда с родителями, конечно. А когда сам уже сам двигаешься. Праздничный для долгожительницы день. Ее дом полон гостей. Подарки и цветы Анна Семеновна принимает с легкой улыбкой на лице. Всего же, по данным Главного управления Пенсионного фонда республики, на территории полуострова проживают 118 долгожителей. Эти люди нам пример того, как боролись с фашизмом, как отстаивали свое отечество, как помогали фронту, как воевали на фронте. Многие из них стоят у меня перед глазами и мурашки по коже бегут, потому что они на самом деле достойны еще большего внимания. В связи с переходным периодом программу материальной поддержки долгожителей, которая уже существует 12 лет, временно приостановили. Но уже сейчас руководство республики обсуждает вопрос поиска денег и покупки лекарств за счет привлеченных средств. Екатерина Наумова, Олег Черемисин. Время новостей.